Еще раз всем здравствуйте. Вот теперь обещанные рецепты, да, из томатов на зиму. Немного хочу представиться, да, то, что касается рецептов. Моя прапрабабушка, да, по папиной линии работала и жила в Кремле и готовила самому Ленину. То есть она была личный повар Ленина. Дедушка, да, был завхозом, точнее прапрадедушка был завхозом. Так что у нас очень много рецептов, да, по папиной линии передалось по наследству. И также по маминой линии долго не буду рассказывать, поскольку это займет очень много времени, если я буду рассказывать про свои, как говорится, два древа, да, родовых. Тоже очень много рецептов осталось от линии, как говорится, маминой. Это в основном русские и белорусские блюда. Бабушка моя, я ее, слава богу, заставила молодой и живой, рассказала и научила не только меня, а очень многих. Поэтому я буду периодически вам, если интересно, рассказывать. А в свое время у меня был блог, он очень пользовался большой популярностью. Особенно нравились, да, такие заманчивые всякие рассказы, да, и в том числе про кулинарию. Помимо своих, да, вот таких вот рецептов, которые у нас передаются из поколения в поколение, я очень много путешествовала. Залезала в каждую дырочку, в каждую кухню, допрашивала каждого повара или какие есть традиционные блюда, да, в семье, когда мне удавалось, да, с кем-то познакомиться, что-то попробовать, да, и дотошно выпытывала всякие рецепты. А также моя любимая подруга, да, крестная моего младшего сына, вышла замуж за всемирно известного итальянского повара, у которого ни одна звезда Мишлен. Вы знаете, опыт потрясающий. А самое было смешное, все обожали читать мои статьи, да, когда он каждый раз, да, допытывался у меня какого-то рецепта. Вот, в частности, мы готовили очень много и рыбу, и выпечку. Да, знаете, как любой повар, да, пробует на язык, долго пережевывает, гоняет по небе, да, чтобы четко сказать каждый ингредиент, который находится в этом блюде. Но, что касается помидор, да, все мы закрываем помидоры, да, на зиму, знаем, да, заливаем кипятком, делаем рассол, да, у каждого он свой. В общем, я не знаю, что так впечатлило его в наших помидорах, которые мы закрывали с подругой. Ему не давало покоя, он не мог догадаться, что там лежит. Он весь извелся. В общем, в итоге, я долго шутила, он допрашивал рецепты, каждый ингредиент до граммов, сколько что мы клали. Я ему говорю, ну, как же тебе объяснить, что русская баба кладет все на глаз? В итоге долгим мучением мы с подругой начали взвешивать, вспоминать, потому что мы действительно кладем на глаз, поскольку уже опыт большой, да, многолетний. Мы ему все-таки дали рецепт, но видно все-таки итальянская, не русская душа. У него не получилось. Все-таки наши помидоры остались нашими. Ну, так вот, я немножечко отвлеклась, поэтому мне, к сожалению, придется снять третье видео, да, где я вам подробно расскажу, что можно сделать, да, вот из томатов. Честно говоря, это совершенно бомбическая и очень универсальная и классная штука, опробованная мною, многолетним опытом на моих друзьях, которые взяли что-то на заметку, что-то им понравилось, что-то нет, все делали выборочно. Также то, что я вам уже говорила, да, когда мы стали жить в деревне в Подмосковной, да, и стали дружить с местными жителями, обмениваться всевозможными рецептами, как говорится, советами по огороду, что посадить, как лучше вырастить, они мне что-то свое, я им что-то свое. И также мы обменивались кухонными рецептами. Это, конечно, очень забавная и отдельная история, про которую я вам тоже расскажу. Ну, вот, в частности, что касается вот этой пасты, я вам сейчас сниму еще одно видео, так как карта памяти маленькая, и грузить мне вас не очень хочется, да, и оставлю еще раз вам в комментариях. Кому интересно, смотрите, задавайте вопросы. Честно говоря, мой канал не кулинарный, прочитайте, как он называется, поэтому готовить и снимать одновременно, да, честно говоря, мне не хочется. Может быть, когда-то я найду время, да, и сниму вам кучу всяких примочек, да, всяких советов, да, профессиональных поваров и домохозяек, поделюсь секретами нашей семьи и так далее. Поэтому, кому интересно, пишите в комментарии, что вы хотели увидеть, услышать, снимать, не снимать, видео и так далее. В общем, я вас целую, смотрите следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok